Ну и теперь вернемся к варшавскому саммиту НАТО. Альянс подтверждает план разместить 4 батальона в Польше и Прибалтике. Иными словами, он приближается к российской границе. Это новость последнего часа. В прямом эфире из Варшавы наш корреспондент Георгий Алисашвили. Георгий, здравствуйте, но вам уже известны подробности и этого решения, как и другие итоги встречи. Здравствуйте, Виталий. Саммит НАТО проходит в буквальном смысле на футбольном поле. Правда, газон на национальном стадионе в Варшаве убрали и на его месте построили такой огромный ангар белого цвета, где сегодня проходило заседание Совета НАТО, на котором лидеры 28 стран обсуждали будущее Альянса. И несмотря на нарастающую террористическую угрозу, несмотря на ситуацию в Сирии, несмотря на активность ИГИЛ, главная тема саммита – так называемое сдерживание России, как следствие укрепления восточных границ НАТО. На заседании Совета Альянса было ратифицировано решение о создании четырех многонациональных батальонов НАТО в Прибалтике и Польше, фактически прямо у российской границы. Об этом на пресс-конференции сообщил генсек НАТО. Мы приняли решение увеличить свое военное присутствие в восточной части Альянса. Четыре батальона здесь, в Польше, а также в Эстонии, Латвии и Литве будут размещены на ротационной основе. Эти батальоны будут многонациональными, что демонстрирует прочность трансатлантических связей и тот факт, что атака на любую страну Альянса будет рассматриваться как атака на НАТО в целом. Очевидна тенденция на увеличение сил быстрого реагирования НАТО на всем восточном направлении. Многонациональная бригада Альянса будет сформирована в Румынии, а система противоракетной обороны НАТО с запуском комплекса в этой стране выводится на базовый уровень боевой готовности. Тут уместно вспомнить, что недавние учения «Анаконда» в Польше также проходили под чутким контролем эмиссаров НАТО. И несмотря на то, что ЕС и НАТО сегодня подписали декларацию о сотрудничестве, противоречия внутри ЕС по поводу укрепления восточных границ становятся все более очевидны. Главный аргумент «за» — его регулярно приводят США, страны Прибалтики и Польша — Россия — угроза европейской и мировой безопасности. Между тем, далеко не все европейские лидеры с этим согласны. В частности, Франсуа Оланд, который на эту тему высказался, уже находясь здесь, в Варшаве. Для Франции Россия не является ни противником, ни угрозой. НАТО отнюдь не претендует на то, чтобы влиять на отношения, которые Европа должна поддерживать с Россией. Еще более резок в формулировках был глава МИД Германии Штайнмайер, призвавший НАТО, цитата, «небрецать оружием». И это не ушло от внимания прессы. О единой стратегии Европы уже речи нет. Чтобы это понять, не надо ехать в Варшаву, хватит и двух часов в Бундестаге. В то время как германский канцлер и министр обороны говорят о необходимости дополнительного вооружения, министр иностранных дел считает, что это будет «брецанием оружием». Если у Путина есть чувство юмора, он наверняка в голос смеется над этим спектаклем. А если нет, то и подавно. Ведь нет никаких сомнений, что санкции ЕС не могут длиться вечно. И что лучшим решением было бы вовлечь Кремль в систему безопасности дипломатическим путем. Тем не менее, лидеры стран НАТО согласились увеличить военные расходы до 2% ВВП. На этом в первую очередь настаивали США. На пресс-конференции генсек НАТО отдельно оговорил, что все эти меры не направлены против России. А при ответе на вопросы о развернутой системе проб подчеркнул, что она не угрожает российским силам стратегического ядерного действия. Россия не может и не должна быть изолирована. Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружения, мы не добиваемся конфронтации. Совет России НАТО важный инструмент для управления нашими отношениями в этой сложной обстановке в сфере безопасности. Я созову новое заседание Совета в следующую среду, чтобы информировать Россию о принятых нами на саммите решениях. Совет России НАТО состоится в Брюсселе 13 июля, ну а она здесь, в Варшаве, завтра второй день работы саммита Евроатлантического альянса. Виталий. Георгий Лисашвили в прямом эфире о саммите НАТО в Варшаве. Георгий Лисашвили в Варшаве